Тариф Энерго Ресурса для бизнеса Хакасии на самом деле регистрируется, но в пределах допустимых законов. Основная причина изменения метода тарифного регулирования. Сейчас используется метод эталонов, главная задача которого сделать работу энергокомпаний более прозрачной. Он формируется на федеральном уровне. Для крупных компаний и их потребителей метод оказался выгодным, а вот у поставщиков с меньшим количеством клиентов возникли проблемы. И как раз Минэнерго в письме говорит о том, что к 2020 году по отношению к 2017, если ничего не изменится, может произойти рост НВВ из бытовой надбавки на 84% у мелких. И соответственно, я этот вопрос поднял, как раз пока ездил на согласование с кандидатурой ФАСС России уже сразу же. И нашли понимание, они сказали, что сейчас планируют ввести корректировку в эту методику. Корректировка поможет сдержать необоснованный рост в территориях, где работают мелкие сбытовые компании. В регионах поправку ждут к сентябрю. Еще одна строка расходов, которая ложится на плечи потребителя – неуемный аппетит из бытовиков. Об этом говорят и представители бизнеса, и госкомитета. Средняя заработная плата в Абакан-энергосбыт – 100 тысяч рублей. Мы ничего на это повлиять не можем. Она выше, чем средняя по республике почти в три раза. Но неужели нельзя при тарифной заявке социальную ориентированность почувствовать на себе и понимать, что нельзя воспользоваться вот этой ситуацией. Мы решим эту ситуацию. Я проведу работу с ФАС. Я думаю, что мы сможем аппетит их ограничить. Работать специалистам приходится в таких условиях и исправлять федеральные недоразумения на местах. Госкомитет строго следит и за работой республиканских предприятий. К примеру, абаканские электрические сети, по словам Манука Данданяна, претендовали на компенсацию экономически обоснованных расходов в сумме 570 миллионов рублей. Экономистам удалось через суд доказать, что реально необходимая сумма меньше на треть.